Как побороть комплекс проблем и в краткие сроки подготовиться к наплыву отдыхающих, знают в поселке Николаевка. Курортный сезон поселок, по оценкам местных жителей и представителей крымской власти, встретил во всеоружии. Пока туристическая компания еще не достигла апогея, но в Николаевке уже сейчас готовы удовлетворить запросы самых привередливых гостей Крыма. Улучшились условия работы и у местных предпринимателей, на рынке адаптировались к новым требованиям и работают без сбоев. Как Николаевка готовится к разгару лета в нашем следующем сюжете. Готовились к сезону сплоченно. Курортников, основных наполнителей местного бюджета, в Николаевке в этом году ждали с особенным трепетом. Это второй курортный сезон в российском Крыму, но первый в налаженных условиях работы. Если раньше власти поселка не знали, как им действовать в новой реальности, теперь адаптировались и успели к лету подготовить подконтрольную территорию к наплыву. Несмотря на катаклизмы и стихийные бедствия, скажем, что были зимой, прошли большие разрушения пляжной территории Николаевки. На сегодняшний день порядка 2,5 километров пляжи еще пригодны для отдыха. Мы максимально содействуем, чтобы принять отдыхающих, чтобы здесь было комфортно и благоприятно. Да, обстановка в целом уже стабилизировалась. Хочу отдельное спасибо сказать председателю Симферобольского райсовета Макееву Михаилу Андреевичу за оказание помощи и содействия в организации отдыха и курортного сезона в Николаевке. С воодушевлением ждала лето Лидия Кандыбина. Она местный сторожил, живет в Николаевке еще с 80-х годов прошлого века. Своими глазами видела все курортные компании последних трех десятилетий. Однако сейчас пенсионерка особенно довольна положением вещей. Единственное, чего бы хотелось Лидии Митрофановне, чтобы выделили деньги на ремонт пляжа, главной достопримечательности поселка. Если дадут деньги на реставрацию пляжа нашего, то к нам приедет очень много народа, потому как мы и раньше имеем очень много людей, которые с удовольствием всегда ехали из разных мест и России, и Белоруссии, и Украины. Все ехали сюда, в Николаевку. Здесь очень хорошие фрукты, очень хорошие, добрые люди. Николаевка – поселок многонациональный. Часть работников местного рынка – еще одного ключевого объекта для жителей – крымские татары. Если раньше у мусульманы были претензии к руководству местной администрации, а также к коллегам по бизнесу, теперь они достигли полного взаимопонимания. Власти всеми путями стараются, чтобы проблемы Николаевского поселения были решены. На сегодняшний день взять рынок, на рынке работают все национальности. И татары работают, и русские, и других национальностей. Никаких проблем у нас на сегодняшний день не было, я думаю, что не будет. Потому что власти нашего глава администрации Николаевского поселения стараются, чтобы эти вопросы все решены на хорошем уровне. В нынешнем году туристов, вопреки скептическим прогнозам, в Николаевку приехало к началу лета даже больше, чем в прошлом. Работа кипит на рынке. Директор Григорий Колодяжный процессом доволен. По его мнению, сейчас у подопечных местных предпринимателей дела идут в гору. Они полностью ориентируются в законодательных нормах, что способствует бизнесу. Теперь дело за туристом. Сейчас погода, слава богу, нормализуется. Потихонечку поехали отдыхающие. Рынок наполняется людьми. Люди начинают зарабатывать. В целом, обстановка нормализовалась. Сами предприниматели призывают курортников выбирать летний отдых именно в Николаевке. Сервис в местных гостиницах и кафе сейчас не хуже Южнобережья. А цены уступают в разы. Середина лета вместе с ней и максимальный наплыв туристов не за горами. На рынке этого не боятся. А наоборот, ждут с нетерпением. Если сказать насчет прошлого года, конечно, это было все неясно, непонятно. В этом году очень хорошо власти организовали. По документам все доступно. Разрешение выдается. Все работает планово. Выполняется все красиво. Изначально хочется выразить благодарность Николаевскому поселковому совету, а также предпринимателям, которые работают на благоустройство и развитие этого замечательного места Николаевка. Мы будем рады видеть здесь гостей и жителей Крыма и максимально обеспечим их комфортный отдых для полного, скажем так, и насыщенного времяпровождения. Что касается самой работы, то на самом деле в этом году намного проще все стало. Ситуация стабилизируется. Работать есть возможность. Благодаря правительству и руководству Республики Крым для этого есть все условия. Представители крымской власти регулярно выезжают по курортным городам и поселкам с различного рода проверками. Сейчас в Николаевку приехал депутат Государственного совета Республики Юрий Юрьев. Он пообщался с местными жителями и руководителями постсовета, а затем поставил свою оценку готовности поселка к лету. Оценка сегодня, если взять, допустим, сравнивать какие-то районы, сегодня многое мы объезжаем все районы, взять Алушту, Ялту. Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, если бы раньше я сказал, что здесь неудовлетворительно, то сегодня я могу оценить это как 5 баллов. Николаевка сегодня, как никакой район, сегодня запустился сезон и начала работать. Молодцы парни. По сравнению с остальными, Феодосия, Ялта, где просто идет какое-то разграбление, власти не могут найти никаких компромиссов, не могут найти просто даже варианты, как открыть тот или иной заведение, пляжик, что-то. У них провальный будет сезон. Потом, которые будут говорить о том, что власти плохо, сработали, сезона нету, здесь нашли люди компромисс и в конце концов здесь открыт уже сезон, началась работа. На календаре конец июня, а курортный сезон и в Николаевке, и по Крыму в целом уже установил не один рекорд. На местном пляже, который власти поселка, несмотря на природные катаклизмы, также успели подготовить для туристов, как видно, отнюдь не пусто. В администрации Николаевки уже сейчас делают прогноз. Лето 2015-го станет тут одним из самых насыщенных за несколько последних лет. Вахтанг, Цхададзе, Роман Ананьев, Служба новостей ТВ, Николаевка.